Доброго времени суток! Решил я, значит, попробовать для меня новый режим игры на сервере RedBear. Я, на самом деле, уже давно хотел попробовать нечто подобное, и это уже моя вторая игра в подобном режиме. Первый бой можно считать был ознакомительным и довольно затянутым. В любом случае, если кому из вас будет интересно, то ролик будет доступен на втором канале. Ссылка будет в описании под этим видео. Я думаю, что многие из вас прекрасно знают, что данный режим из себя представляет, но все же я думаю правильно рассказать о данном проекте, так как далеко не все вообще знают о подобных играх. Дело в том, что на данном проекте игры проходят в формате команда против команды. Моделируются различные сценарии, миссии и кампании. На протяжении недели собираются разные отряды и воюют между собой. У игрока на всю игру дается лишь одна, единственная жизнь. Его задача – занимать определенную должность в своем отряде и подчиняться командиру отряда, который в свою очередь подчиняется командиру стороны. Например, в этой игре я был помощником пулеметчика и держал при себе дополнительные боеприпасы. Игры проходят не часто, где-то 2-3 раза в неделю. Но за то эмоции, которые вы испытываете, совершенно нельзя сравнить с другими шутерами. Нужно помнить, что у вас на всю игру дается только одна жизнь. И если вас убили, то повторной возможности вернуться в бой уже не будет. Короче говоря, все как в реальной жизни. Есть такой момент. Дело в том, что продолжительность некоторых игр составляет больше нескольких часов. И смотреть абсолютно все моменты игры, думаю, многим из вас будет неинтересно. Поэтому моменты, где мы долго сидим, бежим, едем или делаем что-то, на мой взгляд, неинтересное для зрителя, я буду вырезать. Ну а теперь немного информации о самой миссии. Данная миссия проходит на карте Такистан. Участие в конфликте принимают две стороны. СССР, красные, и афганские маджахеды, они же зеленые. Кстати, если кто не понял, то я играю именно за красных. Задача нашей страны заключается в том, чтобы найти и нейтрализовать трех вражеских командиров, которые находятся в населенном пункте Нур. Выглядят они следующим образом. Как вы можете заметить, тут достаточно большое количество отрядов или отделений. Точно не знаю, как правильно. В общем, у каждого отряда была своя конкретная задача. Например, я находился в отряде 2-1, и нашей задачей было занять населенный пункт Гарморут. На тот случай, если разведка противника решит направиться в этот район. Харрекс, я пошел на самый север города, сяду в полдомик. Я шиком сяду недалеко, чтобы если что это помочь ему. Кефа с поломощником разместись в районе перекрестка. Так точно, уже занимаем позицию. В принципе, нужно 240, неплохое здание там. На юго забыли. Поставил меточку на себя. Я так понимаю, у дружественных уазов мимо нас не поедет. А у нас они есть ли? Есть. Просто, возможно, через нас могут проехать эти РМС-шники, которым КС отдал уазик, чтобы они ехали на север. Мы пешком зайдем. Да, поедем на пешмак туда. Ну тут мне далеко, я же, я тоже буду ехать обратно. Вам да, наверное. Вам быстрее дойти пешмак туда. Вот. Через минуту на гору идти. Ну да, да, да. Так, ну, Блэк, ты, собственно, с основным командиром в городе. Барон, держишь. Я понял. Вот здесь, да? Ну, позицию найти такую, нормально, закрытую. Вот. Примерно, вот, смотреть вот в ту сторону. Блэк стол. Вот и туда. Пойдем. Ну вот, ты помощник его, где с пульмячиком ходить. Все, смотри, где. Так, а где? На втором этаже где-нибудь уоружается. Но будет недалеко пока. Ихи его, ихи его. Я понял. В таком случае пойду возьму повыше патронов. Ну, сколько лезет, да, набивай. А оттуда можешь проехать? С севера по дороге. Вертолёт. Короче, если вкратце, несу дополнение. Нам надо убить трёх випов. Три випа и маджахеды полностью в чёрном. Где-то прячутся в районе синего квадрата. Мечен. В районе синего квадрата могут находиться где угодно. Мне кажется, они одного бросят просто в самый угол. Там дайте, другого просто бросить в дома. Просто бросить в этом районе. Третье вообще между городом, блядь. Ну, а мы пока находимся где-то здесь. Всё возможно. Наблюдатели заняли высоты и просматривали местность на наличие возможного противника. Я же занял самый первый дом, из которого просматривался въезд в населённый пункт, где закрепилась наша группа. Да, я уже на горе на месте с Альдомом. Так, нужно, наверное, метку поставить. Кефа, вы заняли позиции, да? Так, я буду... Кефа, группу клумер. Метку на них поставь. Так, и группу Ченова. Вот так вот. Прошло некоторое время, и все заняли свои позиции в городе. В соседнем населённом пункте, откуда как раз и могли приехать противники, происходила какая-то странная активность. В любом случае, мы должны более оставаться на текущих позициях. Там непонятно пока вообще, свой, не свой. Я, блядь, вышел к дороге специально, чтобы посмотреть, кто в нём едет. Едет, едет. Свой, свой. Не стреляет свой. Кто-то, судя по всему, уже отвоевался. У них точно подбитый там ПТР, ОМПУ? Говорят, целый... Он какой-то там... Там какой-то длинный объект, чёрт, стоит посреди дороги. Примерно минут сорок мы уже находимся на текущих позициях, а противник тут так и не появился. И это логично, так как основные силы противника находятся недалеко от зоны, где предположительно находятся три командира вражеской стороны. В это время наш командир принял решение, что нам нужно оставить текущий район и отправиться в сторону города, где закрепились маджахеды. Кстати, основные силы красных, то есть наши, в этот момент ведут активный бой с противником. И теперь наша задача отправиться на передовую и помочь остальным отделениям прорваться на территорию противника. Самый прикол, что штаб как бы не смутил, что метка на нас до сих пор стоит, хотя он якобы говорил, что нам куда-то двигаться уже давным-давно надо. Ну, метки на нас нету. Блин, слушай, а нахрен вы ФАЛАР будем ехать? Поехали сразу на 24-24, там уже наши везде, где-то, там уже госпания даже, ну смысл нам? О, да. А я метку поставлю, восхитательный знак. Вот примерно где-то на те горы хотя бы. Давай. Потому что, ну, блядь, ну мы и так уже, ебедя, где-то, что-то. Так что, едем? Едем. Что-то у вас желтые метки вместо красных. Да, это зависит от того, выживем мы или нет. Поехали. Э, все сели. Мы погрузились в грузовик и отправились на следующую позицию. Хочу сказать, что на карте нет никаких меток, которые показывают текущее местоположение, так что их надо ставить самому. Я на самом деле хреново ориентируюсь к карте, и это было для меня проблемой на протяжении всей игры. Ну, а единственная эта проблема, это найти их на площади в 5 квадратных километров. Ну, не 5. А 6. Не 6, 5 с копейками. Как раз 2 на 2, 4 плюс еще один километр. А что это сейчас был за гул такой? Да, там не что летает, там, марина бомбит, типа. Да, я как бы похож. Сейчас, быстро. Меня больше интересует, что за черная линия. Он в танце. Мы высадились, черт возьми, где. И наш командир стал осматривать возможные маршруты до следующего возможного населенного пункта. Под названием Лолизар или Гаспанди. Поднимаемся на горку, осматриваем. Короче, Харикс, еще вон там, вон там, где бомбят, сейчас их вон там, вон там, вон там. Хорошо, странили вариантов, давайте состоять в вариантов. Так, кстати. Харикс, а может нам заехать по пути РМС, куда-то они зашли? Можем все сдать вправо, через нефтесосные башни башни. Раз, под нами ушли. И, короче, по дороге аккуратно со стороны РМС подъехать. Понимаюсь. Скажи, вижу. Там вроде небезопасный маршрут. То есть, ну, чё? Чё-то мутят. Харикс, а чё за линия? Как я понял, сейчас мы туда поедем. Ну, наверное, ниже Харикс, может тоже попробуем как-то через Лализар проехать там, там вроде безопасно. Я думаю, да, надо в Лализар ехать. Едем, нет, через Нагар, по лесу будем заходить. Да, на прямую. Да, у нас КРМС можно там, где-то 4, там, Место Сорождения Нагара 1. Оттуда можно пешочком аккуратно подойти. Тут, оказывается, у типажников тоже нету биноклей. Грузимся, поехали. В один момент. А конкретно куда? Пока в Лализар. Было принято решение выдвигаться в сторону Лальзара. По прибытию все заняли круговую оборону. Я на самом деле все еще не понимал, где мы находимся именно на карте. Но спустя пару минут до меня наконец это дойдет. Вон там. На 130-120 от нас. А на 200. Я что-то не понимаю, где мы находимся. На 200. На 320 от нас это кто? 320-330. 320-330 это по идее пушники. Да, это они. Прям посмотрим. А вот что на 200 от нас? Я не представляю. По меткам вылет 2. Да, 2 мая похоже. Так, у нас с тыла противника. Харакс, я выдвинусь чуть дольше. Пулеметчики на отрыл смотрят. Направление? Направление? 180-160. Это пейджеросход на работу? Да, где-то там. Вправка даже можно 140. Мы же с той стороны только приехали. Откуда там противника? Да, там один на одного пеха размочили. Кортес. Харакс, скажи, чтобы все наши поставили актуальные метки. Кортес. Я хочу поставить нечаянное что-то. Кортес. Вертолет спили, ура! Вижу, да. Скажите, где Кортес? Возле меня. Халпинь, ноги, минус. Так, танк от нас на 140. Прошу заметить, что у каждой из сторон есть свой ассортимент техники и вооружения. Насколько мне было известно, у нас была активно задействована авиация в количестве одного грузового вертолета Ми-8, Ми-24 и одного самолета Су-25. У противника авиации в наличии не было. Но зато были системы ПВО в качестве нескольких машин ГА-66 с зенитной установкой ЗУ-23. Приземляется к... Тихо! Что случилось? Гертолет вернулся. Мы поняли уже, спасибо. Что-то по дороге едет. Племетчики на 145. Выдвиньтесь туда. Займите позицию. Там противник ловит. Сделано. Танк есть. Пехотинец на 145 на горе. Не могло познать свой. Свой? Свой у камня. Принял. Штаб успел? Крепители их размочили? А че там с самолетом, кстати? Летает. Ваш бетер минус 0. Я вижу. Свой один. Так, как я понимаю, нам надо в ту сторону продвигаться, но пока что тут какая-то непонятная активность кругом. Танк, я так и понимаю, тут свой катается. Кажется, вижу. Талибосы на 156-40 выглядывают, смотрят. Напрашу местки штаба. Позади от нас, судя по метке, должен был находиться наш штаб. Наш командир пытался с ними связаться, но они на связь не выходили. Мы этого еще не знали, но дело в том, что штаб был атакован, и теперь позади нас находились противники. Судя по всему, они уничтожили главный штаб и теперь двигались в нашу сторону. Двигается к нам. Там штаб. Ну, штаб отошел, звонок на этом кругу. Там таких двое. Так, получается, это вообще где-то рядом? Харакс вылетел, походу. Я не вылетел, я танк сейчас навожу. Какого хера они там делают? Там штаб убивают. Мы их прикроем, если они отойдут. Да лишь бы их танк не спавился. Кому этот штаб нужен? Кому этот штаб нужен? Кому штаб нужен? Там Лео. Кстати, Лео может с нашей точки отработать. Его видно, если он выкатится аккуратно из-за кустов. Он может между деревьями с пушки полетить. Я сказал... Я решил выдвинуться в сторону замеченного противника. Он съебался. Вниз уходит. В зеленую. Да, тут примерно километр получается до них. Опа. Охренеть. Не, я лучше по старинке попробую. С метки штаба на 140. Там какой-то пехотинец. Он почему-то прячется за противоположной стороной ко мне. Не, не могу понять свой чужой. Да, вот тоже по ним. Сейчас... Двое их там... Это от нашей метки? Да. Пишет один пехотинец. Вражеский. 140. Ровно. Спускается вниз к нашей... Кто там на горизонте лежит? Выше, выше. Выше, выше. Хорош. Сняли? Нет. За камни загнал. ГПшник, редис. Отработаем. Метров восемьсот недалеко. Да. Умер. Там один в лес ушел. Ой, в лес вниз ушел. И к нам. Понял. Принял, да. Чтоб рассмотреть. А там только двое за камнями. Третий убежал. И... Усовываться ко мне. Харыкс. Разреши вперед, чтобы пройти. СГП могут работать потом. Там есть. С кофе местности. Могу подобраться ближе. Давай, я тебя прикрою. Я прикрою его. Только справа обходи. Если слева пойдешь попасть. Пойдешь туда. Так, гранатометчик, помощник гранатометчика. Санитар ко мне. Контролируем. Север, северская площадь. Принял. А ты стану. Я возле железного. Вон. Три бежки потихоньку. Over rise, сاحающим. Уверя. О ставının врагов. Принял. А take care. Хачем раз. И... А умеря. Хачем раз. как вы видите распознать свой это или чужой на такой дистанции просто невозможно никакой оптики у меня в наличии нет к счастью некоторых членов нашего отряда есть бинокль и они смогли распознать данного противника у меня позиция прям за счет удобно очень видно все блин очки пошугайте чтобы они там начали двигаться они находятся там один остался вижу пеха далеко пиздец азимут ацинка 330 у меня недолеты тебе коробку оставить одну сколько тебе дать на держи они слева будут обходить харкс я отхожу дальше обратно в это время с противоположной стороны лализара начался бой люди из нашего отряда активно пытаются уничтожить людей и вражескую технику противника в то время пока мы прикрываем тыл были также замечены многочисленные противники с бывшие метки штаба которые активно двигались в нашу сторону нашей задачей было подавлять огнем противника и не дать им подойти к нашим позициям так ты откуда куда смотришь на сервисе я смотрю ровно на 330 вот смотри окно на вышке на вышке на вышке в любом случае выстрел понял, ладно, не видно возле качки был куда-то возле качки там свой свой, да? свой далеко не, не далеко возле водокачки 300 метров азимут 100 ну да, всё правильно он сейчас рядом с вражеским этим сейчас я там метку на голову они здесь я пошёл за большой бочкой слева в кустах там они пп шут ёп твою мать пошла жара знак вопроса поставил, через поле один бежит кого-нибудь вон и Харакс? Дальше, дальше кидай Дальше, дальше кидай Это чё за миномёты? Уже прям полиция к нам кидают У нас есть убитки ветка? Блять! Накрыла! Казалось, что противники атакуют нас со всех сторон по нам стреляли и работали подствольными гранатомётами тут становилось довольно опасно Тихо Ик живой? Да, я даже не ссупила Хортес, за Ашамин Абратно наденешь Абратно наденешь В Курал и иду в Ям В Ям В Ям В Ям В Ям Левее дороги уйду чтобы чтобы они сбоку не обошли ещё сильней Что-то мне это как-то совсем не нравится Тот парень где-то там ещё сидит Чё происходит вообще? Метка на меня примерно Кто ГП штык? Это я Уазик открытый на 163 Лови его, блять, по полю едет Чем я его лазил? Да не автоматом, блять Внизи, ну прыгай, ты тебя в сторону едет Ну он едет к вам в Ализар Он далеку от меня, я добегу до него Харк заснул слева, флангану сильно Вижу А слева на дороге, блять Дыши Там ещё Ник, у тебя фугасцы имеются? Да Ну, смотрите, Микланд X вообще фугасов Никуда И просто, ну, по РПГ Тут это говорят Вазик сейчас видит Вазик приехал Я вижу, что Олега, блять Куда место поставил? ДТС Каллин Я раз поставил Вазик Вазик Есть, есть, есть У меня компакт с упором У меня в компакт с упором Я понял, сейчас ГП Обратите внимание на разлёт осколков от гранаты подствольного гранатомёта Взрыв происходит достаточно далеко от нас, но осколки всё равно долетают и даже перелетают наши позиции В общем, шанс получить ранение таким осколкам достаточно высокий Домер, какое направление? Да, да, по-моему, не пуск, пуск Хоронили, блять Сзади пуск по левому булочку, по мне, я не пойму Лучше, надо отходить отсюда Вражеские танки У меня вражеские танки Помните, здесь берзан По левому пуск дали, попали Трэкс Трэкс, Трэкс, Трэкс Трэкс, Трэкс Трэкс, Трэкс 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 Потому что там чуваки, скорее всего, у них с РПГ попадали, я проверю там, что есть люди. Я в той стороне. Выстрел. Шарфал. Уходит. С обратной стороны и слой. Выстрел. Трамах. Харкс, танк уходит на запад ровно на гору. Да, на запад он уходил сейчас. Через нас, что ли? Да. На запад уже. Тихо. 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 Ты живой? Да. Посторонний груз. Двигай стадиону там, по ней. Осторожно. Все живы? Я в технике. Мне нужна помощь. У меня рука минов. Тефор живой. Тефор ранен. Тефор живой. Тефор живой. Я понял. Тефор не ранен? Тефор response Не ранен. Его ранен? Тефор Да, есть. Тефор живой. Вроде как, с нашей стороны противник был нейтрализован. Мы решили перейти на противоположную сторону Лализара для того, чтобы продолжить продвижение на территорию противника. Харекс, я сбегаю, возьму КВ-шку. У меня тут три мертвых бойца, одно по моему РПГ-7. Могу забрать, потому что у меня есть снаряд. Не трогай. Харекс, я сбегаю. Снаряд у тебя, кстати, сейчас не будет. Сейчас будем двигаться. Будем двигаться по направлению 303. А вы УАЗик размотали? Ну, УАЗик можно захватить. Он пустой. Я сбегаю. Кингран, ты где? Я, блядь, на месте. Я в районе Лео, короче, где он в последний раз был. Я могу взять УАЗик и провести его к вам в бочку. Слушай, а это не наш там танк? Где? Блядь, это вражеский танк, 280. Далеко. Мне нужны снаряды, блин. По нему стреляют слева. Слева. Харекс, я дожди. Харекс слишком далеко уже. Слушай, может, в погоде пойдем, а? К Пале. Живой, науши. Похер. Берите грузовик, ебашьте, я туда прям на хаду. Куда, куда. Тут не выходи вражеская. Их. Их, я бегу к ангару уже. Гулумер, ты живой? Живой, да. Дин, ушел в позицию? Левей сместился в ближайшие бочки. Их, десять секунд. Чуть выше поднялся. Спустя время противник частично был уничтожен и отступил. Наш командир решил, что нам следует собраться и на машине объехать опасные участки, где, в принципе, может находиться враг. В итоге мы все опять отправились в небольшую экстремальную поездку по территории противника. УАЗик открытый. Чей? На сорок едет. УАЗик. Меня убивают. Вражеский. Изда мне. Вражеский, вражеский. Ты же, Вентадора. На северо-востоке еще три человека пехоты. Вон, открытый УАЗик. Иг, блядь. Шестьдесят надо снимут. Спускайся с горы. Видишь? Вентадор, возвращай. Я не могу. Под сильным огнем. Меня просто заливают. Кусты, кусты. Вентадора пошел. Ты слишком далеко. Я сейчас сверху себе боюсь. Стрелять. У него из автомата. Кортес, мне нужна медпомощка. Комптень. Сильный. Да. Я прощаюсь. Работаем по у Азику два. Стрелять. Харакс, я пошел к Амитадору. Давай возьмите свой помощник. Харакс, вы разберетесь у Азика. Разберемся, да. Они сильно болевают. Харкс, ты идти сможешь на этот турнир? Я бегу Они уехали дальше Уехал дальше Забей на них пошли Харкс, в идеале нам сейчас ровно на запад надо идти к Нагаре И по лесу заходить Давайте, пулеметчики, отходим Заходим тоже, будем сейчас заходить к зоне уже Я вас был подвезти, у меня транспорт Да, я думаю, так и надо Там дым на 120 распустился Небесу, это... Да, и там уже всё На запад, пододвигай свой Урал Я уже еду, я уже еду Ник, давай к нам сюда спускайся на следующий храм К Нагаре, если что, подкидываем Куда едем? К Нагаре Прям в неё? Нет, перед ней высадимся и через ней пройдём В Нагаре или в лесу? Пойдём через перед... через долину, Нарвуль Как ни странно, поездка была недолгой И нас даже никто не попытался атаковать Видимо, основные силы противника остались в городе Нур Куда мы, собственно, и направлялись Мы высадились в нескольких километрах от города, где засел противник и командиры, которых требовалось уничтожить Дальше нужно было идти пешком и внимательно смотреть по сторонам Враг мог доходиться с любой стороны Давайте на север до дороги доходим Это возьмут движение 320-330 А может лучше по этой зелёнке пойдём, ну ладно? Времени мало Вон до фарсирования Вон до фарсирования Тут прям по зелёнке мы идём в город как бы Там зелёнка прям в город идёт Ну ладно, хотим по поле, ладно В поле он по горячей Ну лес безопасней Сзади кто-то на горе лазит Вон танка Отбитого Я вижу, да Азимун 200 200 ролл Алекс Визуально на своего похож Да на своего похож я Не в юге Вадим катается Открытый, я Азимун 32 у Вадика, блядь, противник там ДШК, по-моему Бля, я хочу захватить Вадиму У этого мёртвый, кстати, лежит Ниже Вадя, на горе Свой, мальчик, надо высадить А, да, там, да вот Свой Харекс Свой слон По Вадикам застрял Бля, я Вадик захвачу Харекс там Типа пулеметик есть Пехота над УАЗом На самой вершине О, Вадик нам несёт с Азимом 220 С горы Могут быть свои Я готов принимать Ну посмотри на него хоть Он принесёт прямо на того чувака Ой, он взлетел О, ПЗРК пройдёт Включили так Они раненого забирают Это они приехали забирать Я надо заберу ВАЗи, который тут стоит С ДШК Смотри, могут свои пострелять Ну я к этому готов Ну я к этому готов Сейчас я проверю У меня рабочая КВ У меня есть рабочая КВ Кому? Врага, так понимаю Я так думаю, они все тут давно мёртвые Так, сейчас проверю Живой или он Не, мёртвый Талип КВ-шка рабочая О, не знаю Ебать, это медик А, Кортес, аптечки нужны? Ну конечно, нужно У меня места нету А ты, цем-ди Ааа, я? Разрешаю выстрелить Рабочая КВ-шка, рабочая КВ-шка, приём Кто будет тебя перебрать? Чё едет? Выстрелили, чтобы тебя нашли Что ещё? Выстрелили, чтоб тебя нашли Выстрелил Народ, а чё там вижу? Куда там едет? Ой, ещё РПГ, блядь? Блядь, не слышу КП чьё, КП чьё? Ладно, не наш Без этих Так, танк, бакет блядь, блядь, блядь Азимут, ноль Стреляют Кефа ранен Там два талипа, короче, у кого-то в спине, приём Один в спине, другой агрит Кто работает? Противник Противник убил только что двоих наших Одно Вот как-то так Оказывается, что противник убил меня и нескольких наших людей со спины Всё потому, что мы плохо осмотрели данную местность на наличие противника В конечном итоге данную игру мы проиграли Так как вражеские командиры так и не были нейтрализованы И, в принципе, они не прятались в основном городе, а находились где-то в ближайших горах И найти их было достаточно непросто Несмотря на то, что город был практически взят красными Вот Надеюсь, вам понравилось Хотя и пришлось обрезать много моментов Так как продолжительность игры была примерно 2 часа Если что, это была моя вторая игра в подобном режиме И многих нюансов я пока что не знаю И во многих моментах я, как вы могли заметить, сильно туплю Особенно с картой Вот Пишите, что вы думаете Нравятся вам такие видео, не нравятся Если нравятся, то могу попробовать Записать для вас что-нибудь ещё подобное Ну а пока что спасибо, что смотрели И всем пока До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok